Этот бой судьи вполне могли прекратить досрочно за явным преимуществом боксера в синем. Ухтынец Владимир Вольф дважды отправлял соперника в нокдаун, но Савелий Шаронов выставил под градом сокрушительных ударов. Все три раунда. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Сейчас будет ЕП явное преимущество. Я думаю, что мы должны не только на республиканской, мы должны дальше идти. То есть на северо-запад и на уровень российский состав юниорской сборной. Хороший спортсмен, хороший боксер, исполнительный, трудолюбивый – это главное. И команда, которая с ним работает, очень-очень-очень хорошая. Тренеры уверены, у Владимира в боксе большое будущее. Ему прямая дорога в юниорскую сборную страны. И как знать, быть может, через несколько лет в коме появится еще один Эдуард Захаров. Я уже на протяжении 10 лет занимаюсь боксом. Я натренировался уже до такой степени. Мне республика. Нужно сейчас двигаться дальше, дальше, дальше. Надо выигрывать первенство СССР, Россию. Команда Ухты привезла в Сокливкар почти всех лучших в нескольких возрастных и весовых категориях. Боксеры и их наставники настроены только на золото. Команда Ухты состоит из 15 человек по двум возрастам – юниоры и взрослые. Я считаю, более-менее нормальный состав, ровненький. Тренируются все ребята вместе. Поэтому команда дружная. Будем надеяться. Сама цель спорта и бокса – только победить. Победить сильнейший, конечно же. Ухта, Варкута, Инта, Печорос, Иктывкар, Удара и Карткирос. 70 боксеров разыграют медали юниорского первенства и чемпионата республики. Это лучшие из лучших. Те, кто ранее прошел предварительные этапы в своих городах и районах. По результатам этого чемпионата и первенства будет сформирована сборная республики, которая будет потом участвовать на российских соревнованиях и дальше представлять наш регион. Прошедшие через сито полуфиналов встретятся на ринге уже завтра в решающих боях чемпионата и первенства. Победители отправятся на турниры Северо-Западного федерального округа. Юниоры в Калининград, старшие спортсмены будут боксировать за честь республики в Архангельске.